О, какое удобное кресло! И подушечки под спинку есть! Пушинка с котятами тоже явно остались довольны! И я могу сидеть и есть любимые кукурузные палочки! Всем привет! Я Анна Оськина, и я решила, что давно мы не делали мебель! У нас есть один диван, который я делала уже год назад, и который уже примелькался в моих видео, целый год прошел, вы представляете? Так вот, теперь я сделала еще вот такое потрясающее кресло! Оно мягкое, с милыми подушечками, с такими вот витыми ножками, закругленными подлокотниками, слегка откинутой спинкой для удобства, и классного ярко-желтого цвета! Мега позитив! Ну да, ты меня удивила и порадовала, я очень довольна! Ставь лайк, если тоже рад видеть новую мебель! Это классная креслица! Пиши в комментариях, что еще сделать! Может быть что-нибудь из техники, или еще раз мебель, или фотоаппарат, кофемашину, что-нибудь из еды, что именно! Ваши комментарии могут попасть в мое следующее видео, так что обязательно напиши свое предложение! Подписывайся на мой канал и нажимай на колокольчик, чтобы точно ничего не пропустить! Например, свой комментарий! А мы переходим к созданию этого яркого кресла! Первым делом я решила посмотреть фотографии самых разных кресел, я решила сразу его делать желтым, поэтому я сразу смотрю только желтые! И нарисовала эскиз, это вид спереди и вид сбоку, кресло какое оно должно получиться! Ссылочку на этот шаблон, если вы захотите повторить кресло, я оставлю в описании под этим видео! Я сделала ксерокопию вида спереди двух кресел! И теперь вырезаю, из одного кресла я вырезаю подлокотники, а из другого спинку! Вот такие две детальки у меня получились! Итак, сначала делаю спинку! Накладываю шаблон спинки на пенокартон и обвожу три спинки, затем их вырезаю! У меня получаются три одинаковые детали и я их склеиваю все три вместе, чтобы получилась одна такая большая спинка! Чтобы все было ровненько, нигде ничего не торчало, я ее аккуратненько еще шлифую пилочкой для ногтей по бокам и получается очень ровно! Теперь то же самое нужно сделать с подлокотниками, но их нужно будет только две детали и один нюанс! Смотрите, я сначала обвожу один подлокотник, затем у моего шаблона я обрезаю верхушку! Там есть тонкая линия, по которой я режу, она есть в шаблоне и прикладываю подлокотники поменьше и точно так же обвожу! Вырезаю обе эти детали, они так и есть, у одной подлокотники повыше, у другой пониже! Так же я вырезала прямоугольники для соединения этих деталей и примеряю насколько хорошо они подходят! Беру деталь для спинки и теперь у нас начинается метод подгонки! Точнее здесь, из этой детали нам нужно вырезать, выпилить части по бокам и снизу спинки! Посмотрите, здесь я нарисовала вот такие вот детали подлокотника, эти линии есть на моем шаблоне, точно можно по шаблону это сделать! И аккуратненько лезвием вырезаю и также отрезаю нижнюю часть, чтобы спинку можно было вставить в это основание кресла, когда я его склею! Здесь я его время от времени прикладываю к основанию, смотрю хорошо ли подходит! Если вдруг что-то не подходит, я подрезаю немножечко, можно подпилить пилочкой для ногтей! Но сбоку я отрезала слишком много и посмотрите мне пришлось даже доклеить еще немножечко кусочек пенокартона, чтобы все таки все было нормально! Поэтому не режьте слишком много! Итак, я уже склеила нижнюю часть кресла с подлокотниками и нужно сделать стеночки для подлокотников! Пенокартон я приклеиваю на самый обычный канцелярский клей! Клей момент кристалл его просто плавит! Либо можно использовать ПВА! Мне кажется я Максу мешаю спать! Когда я приклеиваю стеночки для подлокотника, закрепляю их резиночкой, чтобы они не разбалтывались и хорошо приклеились! И чтобы можно было не держать их и приклеивать другую сторону! Посмотрите какая конструкция у меня в результате получилась! Вот так должно быть! Когда приклеилась, снимаю резиночки и закручиваю тонкий картон вокруг фломастера! Картон закругляется и этот картон я наклеиваю сверху подлокотников! Чтобы образовалась такая вот округлая часть! Посмотрите как я это делаю! Приклеиваю и с той и с другой стороны! Хорошенечко держу, чтобы не отклеилось! И лишние детали отрезаю просто лезвием прямо на весу! Чтобы было аккуратно и ничего не торчало! После этого приклеиваю уже деталь для сиденья! И примеряю спинку, все подходит! Можно делать обивку! Чтобы креслице было мягким я сначала делаю обивку желтым фетром! Все таки кресло будет желтое, вдруг будет просвечивать цвет! Поэтому я решила здесь тоже желтое использовать! Кусочек фетра я намазываю клеем карандашом! И обклеиваю подлокотники этого кресла! Лишний фетр нужно будет отрезать! Точно так же я обклеиваю и спинку кресла! Намазываю хорошенечко клеем карандашом! Прямо плотненько-плотненько! Наклеиваю и придавливаю! Чтобы повторила все детали! Все выпуклые части, которые я потом вырезала! Но лишние детали я обрезаю когда клей высохнет! Поэтому я дождалась когда высохнет клей на подлокотниках! И тоже на нем обрезаю! Для обивки я решила выбрать вот такую вот желтую ткань! С таким вот рисунком солнышка! Мне кажется что она классная, позитивная! И я очень хочу сделать желтое кресло! Принцип обивки будет такой же как и с фетром! Только нужно делать аккуратнее! Сначала я приклеиваю ткань вот таким образом! И обрезаю все лишнее на расстоянии 5 миллиметров от начала кресла! То есть ткань получается торчит! На округлых подлокотниках сбоку я надрезаю ткань до самого кресла! А затем на клей ее заворачиваю! Нужно чтобы получилось очень и очень аккуратно! Потому что это самое видное место! Прямо по чуть-чуть я подклеиваю! Наклей карандаш и приклеиваю! Очень важно чтобы ткань для обивки была тонкой! Потому что с толстой тканью так красиво все не получится сделать! Аккуратненько все обклеиваю! Сбоку там где нужно подрезаю! И посмотрите вот так у меня получается! И точно так же нужно обклеить и с другой стороны! И второй подлокотник тоже! Когда обклеила два подлокотника приклеиваю кусочек ткани на сиденье этого кресла! После этого нужно сделать обивку для спинки! Здесь я уже намазываю клеем карандашом обильно спинку этого кресла! Накладываю на кусочек ткани! Хорошенечко прижимаю! Вырезаю чтобы по краю осталась ткань где-то 5 миллиметров! И затем точно так же все загибаю! Тоже нужно будет сделать надрезики! Все округлости хорошенечко завернуть! Чтобы все получилось аккуратно! Нижнюю часть кресла тоже конечно же нужно не забыть обить! Посмотрите я приклеила ткань на кусочек картона! Чтобы ткань не измялась! Чтобы она была ровной! И приклеиваю этот кусочек снизу этого кресла! Я вырезала еще одну деталь для подлокотников из тонкого картона! Намазываю ее клеем карандашом! Приклеиваю на ткань! И делаю такую же вторую деталь! Поменьше! То есть для передней стороны и для задней стороны подлокотников! Их тоже нужно вырезать также! С расстоянием где-то 4-5 миллиметров по краю от этой основы! И нужно загнуть ткань! Чтобы получились аккуратные две детальки! Вот так у меня получается! И эту аккуратную завернутую деталь я приклеиваю с передней стороны кресла! И вторую которая поменьше с задней стороны кресла! Получается очень аккуратная такая обивка! Здесь уже можно приклеивать на момент кристалл! Мне он больше нравится! Потому что этот клей прочнее! Я вырезала вот такую вот длинную деталь для боковой стороны спинки кресла! Посмотрите! Здесь я сделала обивку на кусочек бумаги! Так удобнее будет потом приклеивать! Чем если это будет просто кусок ткани! Тоже все аккуратненько загнула как нужно! И приклеиваю эту деталь по боковой части спинки кресла! Итак! У нас есть нижняя часть кресла! Посмотрите как она выглядит! По моему просто супер! И есть задняя часть кресла! То есть спинка! И можно их соединить! Склеить вместе! Но я хочу чтобы мое кресло было очень мягким! Комфортным! Таким уютным! Поэтому я хочу сделать еще подушку такую большую! На сиденье! Для этого я взяла губки! Посмотрите! У этих губок есть округлый край! Отрезаю вот эту вот как раз таки округлую часть! Кромсаю, кромсаю, кромсаю губки! В результате у меня получается вот что! Из двух губок я склеила одну! И как раз таки она помещается на мое кресло! Эту подушечку тоже нужно обить! И мы это уже умеем делать! Я уже показала как обивать разные части кресла! Здесь все тоже самое! Сначала заклеиваю боковую часть этого кресла! Аккуратненько все заворачиваю! А затем обклеиваю уже вот эту вот часть! Может немножечко получится помята! Потому что очень мягкая вот эта вот подушечка! Но я не хочу туда ничего твердого подкладывать! Хочу чтобы именно она мягкая такая получилась! И продавливалась хорошо! Чтобы сделать подушечки под спинку! Я беру кусочек губки! И вырезаю из него такой прямоугольничек! Обрезаю по краям! Чтобы получилась форма подушки! Вот так должно получиться! И делаю две подушечки! Они могут быть разного размера! И теперь эти подушки нужно обклеить! Здесь я приклеиваю на клей момент кристалл! Просто потому что у меня кончился клей карандаш! Который я потратила на все вот это кресло! Представляете у меня целый клей карандаш кончился! И у меня остался только момент кристалл! Поэтому здесь я использую его! И так я приклеила подушку на ткань! Вырезаю уголочки! Закрываю вот так вот! Заклеиваю ткань с двух сторон! Затем приклеиваю! Посмотрите вот так вот! И заворачиваю подушечку! Чтобы она собственно и получилась форма подушки! Обитая! Классная! Цветная! И вот такая подушечка получается! Ножки делаю из полимерной глины FIMO! Это очень крутой материал! Из которого можно слепить все что угодно! Потом запечь в домашней духовке! И он станет твердым! Для ножек я решила использовать вот такую резную форму! Это силиконовая форма! Заталкиваю туда пластику! Все подравниваю! Все это лишний материал! Срезаю ножом! Разглаживаю поверхность! И нужно поставить прямо в форме запекаться! 20 минут при температуре 110 градусов! Кстати такие же формы используют для кулинарии! И для мыловарения! Жду когда остынет пластика и форма! И достаю ее из формы! Посмотрите какие классные детали у меня получились! Прямо резные деревянные ножки! Ну похоже же! Лайк если да! Ножки я приклеиваю снизу к креслу! И когда я все собрала! Положила мягкую сидушку! Маленькие милые подушки в горошек! Кресло полностью готово! Посмотрите какое оно классное! Желтое! Позитивное! С классными розовыми подушками в белый горошек! Мне кажется что это очень здорово! Мне оно очень и очень нравится! Я давно мечтала сделать какое-то такое кресло! И вы видите что оно получилось чуть чуть сложнее чем мой диван который я делала до этого! Но мне кажется что оно получилось интереснее! И я уверена будет классно смотреться в моих следующих видео! А то куклы у меня постоянно сидят на одном и том же диване! Нужно внести разнообразие! Ставьте мне лайк если вы тоже рады что у моих кукол появилась новая мебель! Делайте новое вот такое кресло! И конечно же делайте такие же своим куклам! И я жду от вас комментариев! Что вы хотите чтобы я сделала? Будет ли это какая-то новая мебель? Может быть что-нибудь из техники? Фотоаппарат? Кофемашина? Что-то из еды? Что именно вы хотите? Обязательно напишите в комментариях! И какие-то из ваших комментариев попадут в мое следующее видео! Поэтому подписывайтесь! Нажимайте на колокольчик! Чтобы ничего не пропустить! Я желаю вам всем творческих успехов! Самого классного настроения! И до новой встречи уже совсем скоро в моем новом видео! Всем пока!